привет дорогие подписчики и зрители канала меня зовут артур мы продолжаем играть last of us мы находимся в этом непонятном городе судя по всему это питтсбург и здесь все очень плохо дошло до того что здесь ну во первых стрелять людей просто по черному эти мародеры они сейчас легко или даже или приучилась убивать людей именно в этом городе потому что здесь по-другому не выжить и всю последнюю серию мы занимались тем что в промышленных масштабов уничтожали этих сволочей они пытались сделать то же самое с нами мы все еще добираемся до моста мост из города не так близко как казалось изначально я думаю рано или поздно у нас все получится просто как была банда были военные военные по какой-то причине перемерли все а банда захватила все что от них осталось осталось не так много один хамби куча оружия но им хватает чтобы нагонять страх скоро придем как тискать скоро мы так уже довольно давно идем так хорошо здесь вполне возможно мы встретим зараженных потому что это место за периметром и не зачищена газель стоит расцвет мы уже обсуждали осмотрел это кино до эпидемии правда он ее прям выпотрошил да никого там не потрошили кино детское а зачем ты его смотрел не знаю не будем отвлекаться ладно хорошо я уже раза два отмечал эти плакаты на сумерки похоже наши герои судя по всему тоже давай свернем в переулок тихо тихо опять это долбаный броневик главное не высовывайся хамбик это не круто и он вертит свои 50 калибра я могу просто пройти сомневаюсь так чё-то как-то это все очень плохо ты еще по сетам решил что блин когда же мы уже выберемся ничего жесть то нормально все теперь их уже трое вот это реально жизнь тихо тихо я не знал что такое просто твою мать хорош начало серии сейчас ребятки вам воздастся за это твою мать теле да как же так ты чё там убил его что ли капец так ладно что-то как-то у нас сегодня удачно все началось это какого черта спокойной ночи грузовик я бы честно говоря не прочь отобрать но я думаю это блин с таким пулеметом это просто насквозь есть магазин можно прошить хотя здесь я думаю как во всех фильмах прикроются от него картонным столом это будет идеальным укрытием хорошо и что мне с тобой делать я так понимаю мимо тебя мы не пройдем через улицу сюда прям даже побаиваюсь дать попробую в чем где капитан очевидность видим играть из пулеметной башни полят конечно так хорошо ладно это все хорошо что-то мы расслабились маленькой за этого начали получать наша новая палка видимо все таки нужно просто пройти мимо дымами сейчас закидаю твою мать куда ты берешься то вообще пули неправоеваемые привык чё я сказал вообще японам мать надо выбираться сюда как рассказать пуль непробиваемый прилавок и чё-то поля ля правда ладно надо уже как-то это что-то мне сегодня с самого начала не задалось но как правило если вначале огребаешь то как вы знаете серия получается охренительный никогда еще и до правила не подводила поэтому давайте просто сваливать смотрю просто высматривает нас скотина что-то посмотри на этого урода откуда он нас видит ну я так понимаю у нас какие-то проблемы да возникли сейчас наверно не знаю и не совсем понимаю что с ним делать ну сделаем вот так вот элли ты идешь нет твою мать да пришел такой руку оторвало что ли что вы делаете это пруд прямо на меня экшон бешеный экшон откуда его столько да нафиг их просто валим пойдем мы или пойдем уже ну о офигеть просто я здесь ты не собираешься стену ломать ну попали так попали так ну допустим сюда а тут еще что есть больше похоже ничего нет окей как крысу загнали просто да что за уроды подожди ничего ничего или вообще напугана кажется оторвались конечно конечно так ты бы как-то ну в принципе и в ту сторону можно сказать но нам по идее вообще вон туда вот в это окошко ну давай сюда сходим может что найдем что то есть подозрение что не найдем да тупичок опасный дур машина такая особенно в мире где бронебойные патроны найти просто практически нереально эта машина становится просто машина убийства по сути броня там не такая уж хорошая ну ладно давай в чьи то апартаменты офигеть не когда в квартиру попадаешь это по моему самое страшное прям все так попово разбросано ну во первых мародеры прошли несколько волн во вторых с самого начала видно что они тут в спешке собирались была неразбериха суметится но здесь похоже баррикадировались от зараженных что ли так получается или не от зараженных тут и без этого хватает погони всякой так хорошо теперь можно набирать по новой и что мы прыгаем вниз может не надо твою мать твою мать спокойно нас не видят пипец а 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 убери руки все Все, все. Успокойся. Не стреляй. Они нас не тронут. Убери пистолет. Как же больно ты бьешь. Ну, я же убить пытался. Я сперва подумал, что ты из этих. И тут она. А эти с детьми возиться не будут. Выживает сильнейший. У тебя кровь. О, фигня. Я Генри. Он Сэм. Ну, а ты, как я понял, Джоэл? Элли. И сколько с вами? Все умерли. Эй, может, еще и нет. Нас было много. Но пришла гениальная идея зайти в город за припасами. Нарвались на этих выродков. Пришлось валить. Тут уж не до припасов, сам понимаешь. Можем пойти вместе. Элли. Но вместе же безопасней. Она права. Так безопасней. У нас тут логово в надежном месте. Там и поговорим спокойно. Что-то, ну, с одной стороны, конечно. Что-то, ну, с одной стороны, конечно. Извините, как вышло с пушкой. С одной стороны, неплохие вроде люди. Но с другой, блин, я что-то уже в этой игре научился никому не верить вообще. Так, улучшенный коктейль молотого. Круто. Хорошая квартирка была. Обшарпалась уже вся, конечно. Ну, панелища какая. Но очень крутая. И семья тут, похоже, счастливая жила. Все в них очень круто было. А потом все умерли. Потом все умерли. Это уже такая присказка просто. Вот игре. Вот игре всегда все кончается очень плохо. Так, ладно, в квартире больше ничего идет. Пойдем дальше. Осторожней. Рядом их наблюдательный пост. Че-то. Че-то я чую лажу. Че-слово. Так, ладно, вы идите, а я тут посмотрю, пожалуй. Вот так. Круто. Ух ты. Смотри, кухня какая прикольная. Правда, на кухне окон нет. Как так можно вообще? Скучно же. Но в целом квартирка прям вообще фарш. Вот для таких гостинок делали Xbox Kinect. Потому что там нужно 3 метра, чтобы между тобой и камерой. В большинстве квартир, ну, российских, он тупо не помещается. Поэтому неправильно определяется и все дела. Ну, вы поняли. Ты хоть раз играл. Я думал, чем они думали. Потом думаю, ну, на самом деле в Америке очень много таких гостинок. Так что... Ой, это похоже до перевозчика, да? Hair Trigger. Отлично. Vengeance. Ghost and Mojave. The Turning. Прикольно. Главное, все узнаваемо. Тут твои любимые комиксы. Savage Starlight. Дикие звезды. Глубокая фаза. Книга 10. Пока что генератор фазового сдвига надежно скрывает фон Нейман и его экипаж от сенсорной сети странников. Но с каждым прыжком в глубь их межжвездной империи надежды на возвращение остается все меньше. За три дня было пройдено около четверти радиуса галактики. Еще через два корабля будет у планеты странников. Если ничего не случится... Круто. Ух... Да. Круто. Круто. Здесь у меня там приставка, что ли? Нет, показалось. Это как в этом стоит в Decay. Там в половине домов Xbox состоят. Такая то ли пасхалка, то ли просто прикол ради. Все, короче, варим. Хороший дом. Мне понравилось. Здесь можно жить. Кстати, говорю. Так, хорошо. Вечереет уже, я смотрю, если по солнцу так. Не шумите. Не подходите к окнам. Их нет. Долбанный грузовик. Все время ездят за нами в этом чертовом... Сэм, что ты делаешь? Ничего. Выброси это. Мой рюкзак почти пустой. И какие у нас правила? Совсем ничего не вижу. Правила? Какие правила? Берем только то, что нужно. Точно. Ну, пошли. Ребенок же. Япона-мать. Залеко еще? Близко. Очень близко. В такое время, конечно, пацану не до детства. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Черт. Элли, прикрывай. Ладно. Сэм, останься с ней. Ладно. Или еще раз все осмотреть. Вдруг чего упустили. Ладно. Подежурь тут. Я тоже пойду. Хорошо. Ладно. Нам, я думаю, он оттуда справа будет. Что за всем? Какого черта? Что ему надо? Этот арчок, блядь, значит, просто сейчас все испортит нам. Ох, ребята, вас слишком много. Так, хорошо. И как бы мне поудобнее. Твою мать, нет. Никак. А у вас точно трое? Я сейчас просто нашумлю, и еще штук 10 прибегут. А так-то троих убить не такая уж большая проблема. Кому ты это и говоришь-то вообще? С чего они переполошились? Нет, это уж слишком тупо. Господа, на минуточку сюда. Да, блин, что ж такое? Ну да. Он закрыл своим телом. Да нормально. Пусть отрабатывает. Да подвинься ты, япона, мать, пацан! Ох, ты меня подставил. Маленький засранец. Нормально. Ты что раскомандовался-то? Хорошо. Не знаю, как они нас заметили. Они с самого начала были какие-то подорванные. Вы видели, да, вообще? Заметили? Так, хорошо. Ну, справились. Я бы сейчас, конечно, еще одну бомбочку собрал. Но не хватает лезвий. Боже, тварь! Что ты делаешь? Такие переговоры. Нам сюда. Это не опасно. Они ведь рядом. Ключ только у меня. И откуда взял? Убил тут одного. И забрал. Все прошли. Сейчас пойдем. Это здесь. А сколько тебе лет? Мне? 14. А тебе сколько? А, мне тоже. Все-таки, на мой взгляд, вот... То, что здесь так много внимания уделяется вот этим трением с людьми, это не самая интересная часть игры. То есть, сделано все очень круто и вылизано, и перестрелки очень крутые, и по смыслу тоже вот эти вот мародеры. Но как-то слишком уж много этого, по-моему, сейчас в последний момент было. Уже охота маленько отвлечься, потому что мы уже часа полтора-два бегаем, часто с людьми воюем. Игра не про то маленькой. Хотя, в принципе, какие претензии-то. Так, так, смотри, какой офис. Тут, похоже, кучерявая фирма какая-то была. Стол переговоров, конференц-зал. Мы устроили суд над подростками и убившими семью беженцев. Я был уверен, что их накажут за нарушение кодекса. Вместо этого босс заявил, что они занимались снабжением группы. Я не поверил своим ушам. Но это было еще не все. Он приказал нам всем охотиться на выживших и приносить им пожитки в лагерь. Все надолго замолчали. Потом мы начали расходиться, и тогда... Двое наших закричали, что они протестуют против нового закона. Что босс не имеет права отдавать такие приказы. Что они сражались не за это. А потом их, единственных, кто осмелился проявить хоть какую-то совесть, убили на наших глазах. Больше протестов не было. На следующей неделе моя очередь идти на охоту. Ну, а чего ж ты хотел-то? Банда. Суровая банда. Мы пришли. Сейчас, подожди. Похоже. Похоже, все. Вот это мой кабинет. И давно вы тут отсиживаетесь? Пару дней. Кстати, у нас есть еда. Пошли. Черника. У нас ее тут полно. Не хочешь? Нет. Да расслабься ты. Тут чисто. Почему вы еще здесь? Момента дожидаемся. И? Вот. Смотри сам. Видишь этих тварей? Целый день они торчат внизу. Сторожат этот мост. А вот ночью почти все идут баиньки. После заката есть шанс удрать. Как стемнеет, мы прокрадемся. Попробуем. Будь спокоен. Мы все выберемся. Надо же. Постой. Ай! Что синяк набило? Мой пацан уже тысячу лет не улыбался. А ей все как с гуси вода. Так куда вы идете? Говорят, цикады сидят к западу отсюда. Хотим добраться к ним. Да. Что смешного? Ничего, просто в последнее время многие делают ставку на цикад. Да, и может быть неспроста. Значит, ты не знаешь точно, где они, и все-таки тащишь его через всю страну. Знаешь что, с братом я сам разберусь. А ты занимайся девчонкой. Выдохни. Мы с ней тоже ищем цикад. Мы здесь. А это заброшенная радиовышка на окраине города. Если кто из наших выжил, они будут ждать там. Завтра. Если вы хотите с нами, идем сегодня ночью. Тогда нам лучше отдохнуть. Сегодня ночью. Я так представляю, это будет очень сложно, по-моему. Потому что, блин, увидели, сколько их там. Он говорит, нам пора. Мы когда ели в последний раз вообще? Идти поедешься очень быстро. Твое дело вцепиться в меня, как клещ. Как клещ. Как клещ. Ясно. Вижу, понял. Ну что? Вы готовы? Да. Пошли. Так, держитесь рядом. Ясно? Так, хорошо, с богом. Ты уже пробовал? Ээээ, да. Рад слышать. Расслабьтесь, Аня. Надеюсь, ты знаешь дорогу. Как обычно. Такой. Окей, я с вами. Только подождите. Идав. Опять куда-то в кладовку забурился. С головой. Блин, прикольный офис был. Интересно, что за фирма. Хорошо, но вниз. Соответственно, сходим наверх. Наверху ничего. Ладно. Будем знать. Пойдем, Элли. Не залипай. О'кейшки. Стартуем. Так, давайте разберемся с ними по-тихому. Эй, я пойду за тобой. Ладно. Ты как там? Пытаюсь согреться. Как у вас дела? Пристрелили нескольких зараженных. А туристы как провалились. Думаешь, они еще в городе? Да, они где-то здесь. Спокойно. Тихо, братья, не тихо. Что-то за стрельба. Там снайпирающий, что ли, есть? Или это они по зараженным стреляют? В любом случае, все очень-очень плохо. Так, припасы. Это нам пригодится. Смотри, как замаскировался, да? Здесь должна быть ваша расистская шутка. Негри, но еще копали уголь, типа того. Тихо. Эй, слышь, щелкун! Слышу, только не вижу! Нам еще со спины прикол какой-то ждать, что ли? Держи его, вон он там! Да твою мать, ну... Ну как так вообще? Почему он не прижался? А, это я думал, он меня заметил. Это не меня. Так, а что если... Подвинься, подвинься, бля. Нет, с этой стороны довольно открыто. Не думаю, что из этого выйдет что-то путное. Хотя нет, будет нормально. Если там правда их только двое. Я больше никого не вижу. Давай, 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 давай. Сейчас он придет сюда, пойдет обратно, и мы его накроем. Слушай, давай не делать глупостей. Какие глупости-то, о чем вообще? Спокойно. Сейчас, ребята, выберемся. Так, и что выключу, а генераторы что? Они же набегут просто все. Может просто двинуть? Генери, помоги ко мне. Ладно. Готов? Давай, 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 давай. Давай. Так, все, уходим. Что-то мне подсказывает, что это все добро не кончится. Они здесь! Есть. Ну, пошли. Давай. Так, первый. Рубим когти. Он с разгона сейчас пришибет просто, смотри. Да? Давайте быстрее, блин, давай, давай, давай. Быстро, быстро. Держи. Ну, офигеть. Давай, блин. Теперь тащу его. Извини. Мы уходим. Что? Что за бред? Ну, пошли. Ты что, охренел? Твою мать. Ну, беги с ними Эли. Беги. Беги. Я с тобой. Чо, скорей. Давай, давай, блин, подвинься, подвинься, подвинься. Давай. Давай, давай, давай. Давай. Ну, ну. Какого черта. И как выбираться из этой жопы? Давай как-нибудь. Как угодно. Плевать. Валим. Просто валим. Я же говорил, что я чувствовал лажу. С самого начала. Разделитесь. Могут здесь пройти. На, получи, скотина. Это больно. Вход пошли. Да не перезаряжай, мать твою. У меня еще четыре патрона было. Что ты делаешь? Живой, нет? Живой. На, получи. Просто уходят. Входим, что можно взять. Неплохо, а? Неплохо. Я вот не понимаю временами, а почему, интересно, после каждого выстрела, там, я не знаю, на секунду отпустишь, он начинает перезаряжать. В определенный момент это подводит. Да ладно. Я, честно говоря, просто на эмоциях сейчас начал там кидать. Совершенно не подумывал о последствиях. Но получилось все как надо. Враги хитрожопые все-таки. Постоянно пытаются как-то обойти. Это не круто. Ну, круто, конечно, по-своему. Вообще, давайте, знаете, на этом мы, наверное, закончим, а в следующей серии продолжим выбираться из этого города, потому что событий на сегодня, я думаю, хватило. Повторюсь, мне не сильно нравится вот эта вот война с людьми, хотя это и оправданно сюжетно, и по сеттингу, и вообще по смыслу. Но, тем не менее, когда одни люди, и вот это вот, ну, это, в принципе, просто стандартно, слишком стандартно. Это я видел уже в большом количестве игр, и сюжет как-то притормозил, по сюжету ничего не происходит. Мы просто ходим по городу и убиваем людей. Но, по сути, это все равно было очень круто. Я думаю, в следующей серии мы все-таки выберемся, и все перевернется немножко в другую сторону, потому что там, я чувствую, за городом будет похуже. Но, как бы там ни было, надеюсь, вам понравилось. Увидимся в следующей серии. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok